ребят привет всем у нас с нами человек который занимается перевозкой по сша он привез нашу машину задаем сразу вопрос почему подросли цены здесь в сша до доставки но снова года ввели новые электронные локбуки теперь драйверы могут ездить только определенное количество часов в день это все контролируется регистрируется ну компьютер компьютеру подключается к машине поэтому получается если вы строите в трафике это тоже считается и загрузка выгрузка получается что меньше времени именно на движение и поэтому но адекватно же просто меньше драйверов может перевозить естественно брокеры поднимают цены чтобы осуществлять заказы чтобы все зарабатывали ребята что ему тоже нужно кушать и кормить семью понимаете да итак друзья привезли очередные автомобили вот допустим к нам привезли на данный момент audi q7 2012 года привезла компания vdr или вор 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 транспорт ребят обратите внимание вау название космос но вроде бы все целое ничего не спиздили то есть нормальная машина ребят сейчас будем разгружаться и как бы пока сделать детальный обзор обратите внимание как переводится автомобили то есть диски крепятся вы видите да то есть ремнями чтобы ничего не царапалось не стяжками какие-то там не крючками за подвеску а ремнями то есть нормальные ребят нормальная компания даже с таким названием своими молитвами мы дошли до края своими молитвами не нашли там рая и день умирает чтобы но родилась и меня забирая или мне приснилось так ребят фара тут вынимается выняли ушки вроде бы целая единство что смотрите не преступная среда там утра не то его сперли его ну как бы хорошо что ходит съездить блоков нет но есть сама фара то есть мы это сейчас упакой без ложки в автомобиль видел пустыни не видел леса находил банальное в чудесах и мы с тобой так ребят ставим бустер ничего не реагирует у нас полная зарядка 12 вольт нигде ничего не может реагировать не на одну клемму так поставили на позитив нигде ты и ничего не загорается ничего внутри поэтому саша ссоре будем делать видео обзор без бустера без аккумуляторов и так далее так ребята поводу разбитых фары обратите внимание блоки также сняли нет ни одного блока нету лампочек то есть какие-то блин крохоборы непонятно где не сняли то есть сняли либо это на аукционе либо это при перевозке но вроде перевозчик довольно таки адекватный человек то есть не думаю что он сидел бы то снимал это все поэтому я думаю что это на аукционе здесь не знаю животные какие-то жили винцы да то есть задние сиденья тут они топтались жили наверно долго саш но это все чистится так багажнике багажник мы не можем открыть сейчас кого-то позовем нашего младшего научного сотрудника который залезет туда и будет открывать покажем что там дальше разгрузили поставили на осмотр audi q7 2012 года продавала страховая компания автомобиль не заводится мы уже сняли фару отдали на упаковку на фаре позже мы покажем не было блоков на вот этой сломанной точно также нет блоков автомобиль поимел в передний удар что у него здесь замене капот замене бампер решетка имеется ввиду что когда она вроде бы вся целая есть небольшие тут сколы и небольшие трещинки на хроме основной удар пришелся вправо лонжерон саш кстати если нужно лонжерон имею ввиду они у нас есть то есть пока еще есть эти audi мы тебе можем пильнуть по поводу усилителя усилитель к замене двигатель не заводится не знаю что там с ним то есть мы ставили аккумулятор ничего не загорается не реагировать ни на что так по этой стороне друзья у нас правое крыло под работу а вот вы видите да то есть цепляет дверь уже и открывали там смотрели как я вижу само крыло под работу дверь под работу нет колпачков на дисках не знаю почему то есть как бы резина хорошая что перед что зад на колпачков нет так внутри вы видите да какой звук про дальше не буду дальше не буду так внутри у нас все очень грязно очень грязно мы уже показали смотрите что и здесь да то есть обратите внимание вот эти все моменты сейчас придет наш младший сотрудник и откроется за нам этот как его багажник обратите внимание на салон вот здесь сашмот это вот момент вот этот момент салона здесь сломан сломана спинка сиденья то есть как бы там нужно будет менять по кузову ребят когда идет дождь мы не можем там показать вам какие-то какие-то нюансы то есть мы показываем то что мы видим когда уже автомобиль высохнет мы уже будем показывать что и как то есть с большего мы отмечаем вот такого рода царапины которые видны да то есть они заметны мы их можем отметить по заднему бамперу задней оптики задней крышки смотрите задний бампер весь царапан есть рваные моменты вот такие вот как здесь выбита повторитель под замену задняя крышка фонарь у нас левый полностью весь целый правый точно так же немножко позже откроем багажник так смотрите нам привезли автомобиль без антенны то есть мы вам показывали как он его привезли как его доставляли вот обратите внимание антенны нет саша не нужна антенна у нас есть такие крыши мы переставим что еще что еще ребята здесь то есть как бы то что здесь грязно но это уже видно по автомобилям кстати это второй месяц двенадцатого года будет ставиться на учет полным двенадцатым году ничего не изменилось но как я вижу в этом автомобиле то есть я когда-то катался на такой дом таки классный вариант мне нравилось ваше мнение ребят диапазон цен вот этих автомобилей ребят двенадцатый год с объемом 3 литра можно выхватывать до 8 тысяч долларов вот этот автомобиль выхватили до 8 тысяч долларов понимать не реагирует мы не знаем что там бардачке не реагирует ничего так у нас здесь есть два ключа и повторитель нас есть по большому три ключа то есть получается смотрите два ключа вот таких и третий ключ вот такой доставить ключ я не могу так как не можем поставить батареи мы ставим ее но она не коннектация ничего не реагирует есть панорамная крыша большая столом конечно же химчистку и так далее ребят лежат части фары части повторителя все это массаж тебе пофотографируем покажем и сложим в ящики положим багажник поэтому так ну что ж ребят хотите приметать такие услуги плюс один два шесть семь шесть три два четыре семь семь четыре в оборваться пишите звоните мы опять же продублируем это все у нас в описании под данным видео небольшую историю по поводу доставок мы вам объяснили почему доставки растут почему они выросли допустим по сравнению там полгода назад то есть вот перевозчик привез автомобиль и сразу же вам объяснил почему за полгода выросли доставки кстати компания вот это вор ну как вы могли так позвать компания вами пользуется ваще то есть ладно я я как бы да я я не знал я думал бедяр но вор это вообще жесть такая компания название такое интересно фара которую мы достали которая без блоков без лампочек отсюда мы ее всю полностью упаковали вы видите как и сейчас будет сла складывать это все уже в багажник багажник сейчас открываем все гораздо проще что у нас здесь есть у нас есть здесь докатка у нас здесь есть сабвуфер у нас здесь есть какой-то ремкомплект ключи домкрат не не знаю да и нам нет домкрата нет ребят вы видите да его просто тупо спорли продавала опять же скажем страховая компания весь этот мусор позже мы все это уберем в мусорке и выбрать сейчас что мы будем делать сюда будем сложить все что есть спереди целая постараемся снять бампер все это положить сюда вам упаковать погнали птицы парят витринами в глазах репет у моих ребят по нам либо скучают либо скорбят нас либо заключают либо в наряд там злой выжиг поля тут ниже 0 колеса не слушаются руля нас заносит ведь нас еле носит земля вот так вот в коробочке ребят все в коробочке чтобы не портить ваш салон под звуки этих мелодий я не беспокою мы вместе не на века по машине рукой жеста пока пока своими молитвами мы дошли до края своими молитвами не нашли там рая 7 моторс плюс 1 2 6 7 6 3 2 4 7 7 4 чтобы ночь родилась и меня забирает или мне приснилась своими молитвами мы дошли до края своими молитвами не нашли там вот в таком состоянии сейчас будет уходить в украину то есть все с переднего бампера сам передний бампер суще закладываю упаковываем и в таком состоянии то есть ничего не царапается ничего не ломается не бьется отправлять в украину вот такие услуги оказывается и море закрываем и в таком состоянии отправляем в украину саш встречай сняли бесплатно нашему клиенту всю морду показали что здесь все сложили в багажник и в таком состоянии это все отправлять в украину потому что если бы это осталось здесь как бы я думаю что большинством просто не доехала где-то могло потеряться по дороге где-то просто могло сорвать ветром и так далее поэтому вот эти автомобили сюда и заезжает снять подготовить отправить чтобы были было целое состояние ваших запчастей ваших автомобилей сей моторс добро пожаловать за покупками автомобилей машинокомплектов запчастей итак друзья хотим посмотреть что у нас снизу я уже вижу тут немножко подрамник у нас немножко подломала что-то тут она все не очень ровно но это скорее всего из-за того что пошел этот левого права лонжерон то есть ребят визуально визуально я здесь вам ничего не скажу визуально просто видно что немножко пошло все в сторону но как она там пошло в сторону это нужно ставить на вы понимаете да то есть на фрейм и надо рассматривать что куда тут ушло насколько и так далее ну да тут сломано всякие защиты такого нет поцарапано все рычаги да вот вы видите да как их возят все это в царапинах таких поэтому так все ребят будем опускать сделаем массу фотографий александра и отправим а там уже ребят принимайте решение что делать далее с этим автомобилем все всем боя ждать этот автомобиль в одессе